Давайте начнем с самого актуального, самого такого громко звучащего, а именно с попытки Российской Федерации вновь наступать на Харьковскую область. Она такая волнообразная, и есть несколько версий, почему, для чего это происходит. То есть одна из них, это, как бы ни странно это ни звучало, обезопасить Шемякина и Белгород, чтобы перестали они периодически выходить из состава РФ. Потом в Институте изучения войны говорят, что это попытка оттянуть украинские войска, чтобы зайти еще с другой стороны. По-вашему, что на самом деле происходит? Ну, смотрите, вообще о наступлении именно на Харьковском направлении, через Ворчанск, это же недалеко от Шемейкина, то есть есть карты посмотреть, люди могут разобраться, потому что для многих это как-то, украинцы-то, конечно, знают, а другие слушатели, зрители, они могут так очень условно представить, почему это важно и почему и какое это имеет значение тактика стратегическая. О наступлении на Харькове ведь много говорилось. Несколько месяцев. Сам президент Зеленский об этом говорил. Об этом говорили наблюдатели, эксперты. Да и российская сторона, знаете, не сильно скрывала. Все это происходило на фоне задержки с западной помощью, с удобрения Конгресса, Нижней палатой, палатой представителей, и такие планы наверняка были. Именно большого наступления на Харькове, я думаю, что под этим были очень серьезные основания. Но все-таки помощь, которая выделена Украине, 61 миллиард, да, она идет толчками, да, там все не здорово, но, во всяком случае, соотношение начало меняться. Да, и по боеприпасам, и по средствам, и что тоже важно, была известная активность на европейском направлении, то есть вот то, что делал Макрон, то, что делал Лондон, это явно поменяло вот в сумме с выделенной 61 миллиардной помощью, а Кремль точно рассчитывал, что до ноября вопрос до выборов не решится. Ну, наверное, потому что реакция была такая, по которой можно было судить. А я думаю, что это скорректировало планы Москвы. Полностью отказаться они от них не могут. Тем не менее, на этом направлении сохраняется достаточно значительная группировка. Вот там, в районе Вовчанск, в Белгородской области, по разному оценку, от 40 до 50 тысяч. И, как я понимаю, личного состава, из того, что говорят публичные источники. Для взятия Харькова это абсолютно недостаточно. Это невозможно. Харьков такими силами взять нельзя. Даже если обстреливать, заливать его этими каблами, ракетами и так далее. Хотя от границы, от этого места, где идет такое неактивное наступление, малыми силами средствами, 30 километров до Харькова. Расстояние небольшое. Но еще раз хочу подчеркнуть, что основные позиции находятся вокруг Харькова. Чуть дальше. Поэтому очень похоже, что Москва прощупывает, это первая ее цель, насколько серьезно выстроена линия обороны. Она есть около Харькова, она есть. А можно ли вообще, в принципе, рассчитывать на какой-то быстрый прорыв? И для этого, как бы, да, эти села, четыре села, и там идут бои. Наверное, это для Москвы важно понимать. Насколько вообще, в принципе, теми силами, которыми они располагают, на этом направлении можно добиться успеха. Может ли это быть отвлекающим каким-то маневром со стороны российского команда? Может. Может. Но, смотрите как, ведь те направления, на которых идут бои активные по всей линии фронта, это в основном район Часов-Яра, это Авдеевское направление, Курахово и Покровское. Но, честно говоря, там сильно отвлекать на Харьков силы и не надо. Потому, что в районе Харькова, в принципе, сосредоточены значительные силы. Резервы поступают не из других участков фронта, а вообще из Киева. Как я это себе понимаю. Я не военный эксперт, я не обладаю никакими инсайдами командования, главкомата ВСУ. Но мне так кажется, что эти резервы, они не используются на других участках фронта, там своих проблем хватает. Никто не будет перекидывать, там, знаете, из Донецка дальше, там, из Запорожья и так далее, силы, средства, части в район Харькова. Мне так не очень кажется. Я думаю, что есть резервы именно на направление, которое Киев-Харьков. На части, которые в боевых действиях, возможно, еще и не участвуют, но они могут тратироваться и так далее. Готова ли Москва двинуться дальше на Харьков? Только если они увидят, что это сопротивление преодолимо. Что они могут продвинуться дальше. Теперь вот это третья причина, третье основание, по которым это направление. Я в него не верю, что это может обеспечить безопасность от обстрелов. Например, Белгорода используются средства, которые летают на расстоянии, там, и 50, и 60, и больше километров. Тем более дроны, они вообще летают сейчас. У Украины есть больше тысячи километров. Ну, спрашивается, ну, отодвините вы на 5, ну, на 10 километров. Как это повлияет? На обстрелы приграничных территорий, на Белгород и так далее? Ну, никак. Хорошо. А на продвижение, например, вот на рейды? Рейды. Ну, в принципе, да. Это, в принципе, повлияет. Ну, значит, рейды будут не такими глубокими. Значит, они будут заходить на меньшую расстояние. Но, ну, вы же не можете по всей линии фронт двинуться. Там ведь рейды были и из Брянской области, да, ну, на границе. И Белгородская, и участок-то длиннее гораздо. Ну, не пойдут в районе Вовчанского на Шебекино, пойдут севернее, и что? Поэтому и рейды это не отменит. Там рейды не могут добиться того, что, ну, вот, как мы говорим, взяли, дошли до Москвы. Это же не так связано, понимаете? Эти рейды все равно продолжат. Это диверсионные. В основном рейды. Это не рейды больших масштабных операций, хоть и, так сказать, командование РДК, Легиона Свобода России, там, Сибирского батальона называют это ограниченными операциями. Ну, так сказать, понятно, что это троллинг определенный с СВО. Но они не преследуются. Нет таких сил, средств, возможностей, численного состава для того, чтобы добиться, ну, какого-то ощутимого успеха захватить Белгород. Все-таки туда стянуты достаточно значительные силы. По всей линии фронтов в каждом из субъектов федерации десятки тысяч личного состава российских войск. Я имею в виду и Белгородской, и Брянской, и Курской, и других областей. Поэтому рейды, как диверсионные акты, да, я думаю, они продолжатся, скорее всего. И сейчас руководство военно-командования Украины, там, спецслужбы, которые курируют эти батальоны, я имею в виду, Гурмову и так далее, ну, наверное, такие операции продолжат, и, наверное, какие-то планы свои по этому поводу имеют. То есть, попытаться обосновать это местному населению, сказать, вот смотрите, мы сейчас продвинемся к Харькову ближе, так сказать, продвинем линию фронта от российской границы, это нам поможет. Но, честно говоря, мне кажется, это больше профанация такая. А вот. Харьков они бы хотели захватить, им нужен Харьков. Но Харьков – это большая цель, это второй город Украины, крупнейший региональный центр, действительно, в прошлом советская столица Украины. И это гигантская агломерация, то есть, просто так его не захватишь, на это уйдут многие-многие месяцы. А потом, как политическая ситуация изменится? А, ну, вы все-таки пошли на Харьков, а я предполагаю, что все эти месяцы шли такие конфиденциальные споры, переговоры, ну, консультации между Москвой и Вашингтоном, что не надо на Харьков ходить. Ну, вы нас поставите в ситуацию, когда мы будем вынуждены интенсифицировать поставки вооружений, причем таких, которые, ну, как бы мы еще мялись, сжались, там, тянули с самолетами, тянули с ракетами. А тут вы нас поставите в ситуацию, когда мы уже не сможем, мы интенсифицируем эти поставки. Я думаю, что вот такое шло какое-то перетягивание. Не надо вот на Харьков, не надо. Ну, идете вы там где-то, Авдеевка, там, Часов Яр, ну, маленькие города, я в Часов Яре дважды уже был, вот сейчас, буквально в марте. А вот если вы на Харьков пойдете, это огромное количество жертв. Это вообще изменение рисунка войны. То есть, вы как бы опять по новой, то есть, то, что в 22-м году вроде было бы снято, там, на Киев ходить, на Харьков, еще куда-то, ну, на крупные города. Потому что понятно, какими жертвами это чревато. Ну, просто невероятными, там, гражданскому населению, военных и так далее. То есть, вы хотите войну эскалировать. Ну, тогда вы нам не оставляете шанса. Я думаю, переговоры шли именно так. И ровно поэтому, не случайно, тот же Селиван, который пребывал в Киев, там, просил публично, что, ну, давайте так, как не будем территорию российских обстрелить, НПЗ не надо обстрелить. Я думаю, что это больше для, все-таки, по существу, делалось для Москвы. Вот смотрите, мы приехали в Киев, мы их официально попросили. Ну, если они не прислушались, ну, тут уж ничего не поделаешь. Но мы же это сделали. Вы к нам обратились, мы это сделали. То есть, мы свою часть работы выполнили, поэтому вы будьте любезны тоже какую-то свою часть выполнить. Мы не до конца понимаем, о чем были договоренности. Но многие же говорили, что к концу мая следует ожидать этой интенсификации. Сразу после инаугурации, соответственно, празднества и так далее, вот операции эти начнутся. Я думаю, что сейчас следует ожидать и, ну, такой существенной эскалации на Авдейском направлении. И очень сложно будет и Курахово, и Покровск. Вот, будет очень сложно. И часовой яру не лучше будет, но всё будет зависеть от помощи западной. Я бы вот так сейчас сказал. То есть, если она будет достаточной, то успех этот будет очень для российского наступления, если не лето 1924-го года скромный.